Всем привет! Добро пожаловать на канал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. И сегодня мы будем говорить о предназначении. Мы будем говорить о смысле жизни и о том, что если лестница приставлена не к той стене, сколько бы ступенек вы не прошли, вы придете не туда. Если вам интересна тема предназначения, смысла жизни и то, о чем вы будете жалеть в самом конце вашей жизни, а он настанет, посмотрите это видео до конца и покажите его другим. Вы знаете, я не хочу снимать эту лекцию так, как я снимал последние, наверное, два года. И хочу вернуться к формату канала Эволюция Сознания, который был в 2011 году. Поэтому я буду смотреть немножко иногда в сторону, вспоминая какие-то тезисы, вещи, то, что со мной происходило. Я хочу поделиться с вами своим опытом. Когда я лежал в онкологической больнице, мне удаляли опухоль правой заушной слюной железы, плеоморфной аденомы, и я лежал в онкологическом центре челюстно-лицевой хирургии. И умирали люди вокруг. Это был 2001, по-моему, год. В 2006 году я столкнулся с собственным неврозом, с кардиофобией, ВСД, паниками и прочей симптоматической проблемой. И начал по крупицам собирать информацию об этом, и основал первый канал в России на Ютубе по этой проблеме. И до сих пор помогаю справиться большому количеству людей с этими вопросами. Но, если бы вопрос был только ВСД и панических атаках, или в общем вегетативном состоянии, все было бы очень и очень просто. Тема сегодняшнего видео – предназначение. И то, о чем вы будете жалеть в самом конце. Как я сказал в самом начале ролика, «Если вы приставили лестницу не к той стене, сколько бы вы ступени не прошли, и как бы интенсивно вы не поднимались по этой лестнице, все равно вы будете разочарованы. Последние 10 лет я работаю каждый день с невротическими пациентами. Вы не представляете, сколько часов я посвящаю этой работе, этому призванию, этой роды деятельности. Кто-то назвал это служением в какой-то момент. Уж не мне судить, не знаю. Но в последнее время, очень много, последние, наверное, года-два, очень много людей интересуются вопросами предназначения. Как говорится, спрос рождает предложение. И сегодня вы можете увидеть много популярных приложений, сайтов по этому вопросу. Я считаю, что… Давайте я объясню, с чем это связано и как это происходит. Когда человек попадает в состояние кризисного развития, кризисного этапа развития, когда старые модели не работают, когда он понял, что лестница прислоненная, они к той стене, как бы вы ни поднимались, вы не удовлетворены. Когда человек живет не своей жизнью, а сегодня мы поговорим о том, о чем вы будете жалеть, и о формуле успеха, о формуле счастья, о формуле баланса, когда человек это понимает, он начинает болеть невротическими расстройствами. Это не болезнь в прямом смысле этого слова, которую можно вылечить. Это состояние личности, это состояние поиска, это состояние метания, это состояние такого переходного момента между тем, что вы жили по определенным шаблонам мышления, вы жили по определенным правилам и тезисам, навязанные вам, но вы не жили никогда так, как вы хотите, вы никогда не делали так, как вы хотите, а вы подчиняетесь определенным стереотипам, формулам, которые приводят вас не туда. Это и есть та самая лестница, которая приставлена не к той стене. И сегодня я хочу поговорить о том, как же понять, к какой стене надо прислонить эту лестницу. По поводу приложений, по поводу интернет всяких технологий, как я уже сказал, спрос рождает предложение. И сегодня все больше и больше людей, которые попадают в период кризиса, начинают интересоваться вопросами предназначения и смысла не потому, что он существует, а потому что, когда сознание человека попадает в такой кризисный момент, он начинает искать себя, он начинает понимать, что что-то не так, что он что-то делает не то, что он что-то не понимает. Вроде как он делает, как правильно, или вроде как надо, или вроде как принято, но что-то не так. И у него помимо вегетатики, испуга, паники, неврозов, навязчивых мыслей, дереализации, возникает поиск смысла, поиск предназначения. На этом, к сожалению, современные маркетологи, очень быстро прочухав спрос, сделали прекрасный бизнес. Я не имею ничего против приложений, потому что они имеют свою позитивную роль. Например, успокоение души, когда в какой-то компьютерной программе забит алгоритм, в котором вкачана натальная карта по дате рождения и вкачаны данные первого дома гороскопа. Первый дом гороскопа в натальной карте и в астрологии говорит о характеристиках знака Зодиака именно в этот период рождения. И, конечно, прочитав это, вы читаете что-то похожее на вас, и вы успокаиваетесь, вы говорите, вот, все, я понял точно. Вы получаете определенную уверенность, вы получаете определенную подпитку. Какая-то часть людей, которые прочитают эту характеристику, скажут, о, я занимаюсь своим. Какая-то часть людей скажет, ну, наверное, надо что-то делать другое. Но никто не знает о том, что это так, потому что на самом деле то, что я сегодня вам скажу, это реальные истории реальных пациентов, причем людей, как правило, уже проживших жизнь. Это истории умирающих пациентов терминальной стадии онкологии. Это история людей, которые годами страдали неврозами. Это история пожилых людей. Это моя личная история. И это не какая-то астрология, это не какая-то программа компьютерная. Это те слова тех людей, которыми я занимаюсь. Пару лет назад я похоронил очень юную подругу мою, которая умирала на руках своей матери. Я об этом писал в Инстаграме. И вы знаете, то, о чем я сегодня буду говорить, это не какие-то компьютерные придумки. Это слова реальных людей. Прежде всего, давайте с вами чертим формулу. Не то, чтобы это формула, которая написана где-то в стандартах. Это мое сочинение, чтобы вам было более понятно. Формула успеха или формула актуализации может выглядеть таким образом. Ваши способности и ваши таланты помножены на использование возможностей, помножены на ваши действия. Ваши способности и таланты помножены на использование возможностей, помножены на ваши действия. Давайте сегодня поговорим о том, что вам мешает найти свои способности, принимать решения и пользоваться возможностями и действовать. Конечно же, это страх. Прежде всего, это страх неопределенности, это страх выйти за рамки правильного поведения, это страх быть осужденным и отвергнутым, это страх выйти за шаблоны, которые вам навязаны. Но, если говорить откровенно, вспоминая истории моих пациентов, умирающих и просто в невротических расстройствах, и свой собственный опыт, я могу вам сказать, что, когда я лежал в онкологическом центре, и когда я говорил со многими уже пожилыми клиентами, которые прожили много лет, я от них очень часто слышал и сам об этом думал. Когда я делал операцию, операция шла 8 часов, и я потом 3 дня лежал в реанимации, и когда я приходил в себя, и осознавал, что происходило, и видел людей вокруг меня, и говорил с ними. Первое, о чем вы в этот момент думаете, о том, что какого хера я не жил так, как я хотел? Почему я не живу так, как я хочу? Вы будете очень сожалеть об этом, а будет безумно обидно. Я помню, я сидел в этом, вообще в онкологическом центре, мрачная атмосфера, я сидел на окне, у меня лились слезы, я смотрел за окно, и я плакал даже не из-за того, что мне там больно или страшно, а из-за той атмосферы, которая находилась в этой больнице. Я смотрел на людей, которые проходят за окном, это был уже поздний вечер, а в онкологических больницах рано засыпают, по определенным причинам. И, знаете, я сидел, и я понимал, что ведь на самом деле вы свободны. Вы свободны в вашем выборе, вы свободны в том, чтобы быть таким, какой вы есть. Вы свободны в том, чтобы делать так, как вы хотите, в рамках хотя бы закона, той стороны, в которой вы находитесь. Хотя в какой-то степени вы свободны нарушить закон, и вы из-за этого поплавитесь лишением свободы. Вы свободны, но огромное количество людей живут так, но они живут не свободно. Поэтому первое, о чем вы будете жалеть в эти моменты, это то, почему вы не жили и не делали то, что вы хотите. Вы потом осознаете все ваши убеждения, вы потом осознаете все ваши принципы, все ваши какие-то предвзятости, навязанности. То, что вы отстаивали с кулаком у груди, брызгая слюнями. И вы поймете, насколько это ничтожно по сравнению просто с возможностью жить, с возможностью быть здоровым. Потому что здоровье определяет вашу свободу. Свободу выбора, свободу действий, свободу попыток. Первое, по поводу свободы выбора и по поводу первой части формулы, как найти свои способности. Вы не в состоянии найти свои способности, потому что вы живете вот в этой шаблонной концепции, как правильно и как неправильно, как надо и как не надо, и что скажут, и что будет, если, если не получится. Исходя из этой концепции, вы просто отсекаете попытки действия. Вы отсекаете попытки перебора. Вы не способны пойти поработать там, а потом там, а потом там, а потом там, а просто идти по жизни пробуя. Пробуя разные вещи, пробуя разные специальности. У меня 14 специальностей, которые я пробовал в свои неполные 35 лет. 5 институтов и 14 профессий. 14 мест работы. Начиная от помощника официанта, заканчивая директором по маркетингу. Ну, я сейчас не беру психотерапию, я считаю, это не работа, это уже следствие поиска. Как какая-то точка, да, определенная этого большого жизненного отрезка. Я начал заниматься психотерапией профессионально только где-то в 2013 году. А школу я закончил в 2000. И все эти 13 лет я просто пробовал, как и многие другие люди. Я сейчас не навязываю вам свою позицию, просто рассказываю тот опыт, который я слышу каждый день последние 10 лет. И вот эта шаблонная картина мира, правильно, неправильно, надо, не надо, что подумают, что не подумают, она и будет вам мешать искать свои способности, искать свои таланты. Вы будете успешны в профессии или в той деятельности, которой вы занимаетесь, только тогда, если вы нашли то, к чему у вас есть склонности. Это могут быть генетические склонности наследственные, какие-то анатомические особенности, например, вокал, например, какие-то моторики, какие-то реакции, какие-то творческие склад мышления, какие-то способности именно в дизайне или еще в чем-то. Но вы это просто можете не узнать, пока вы не попробуете. Мой опыт и опыт моих коллег показывает, что на самом деле у каждого человека есть огромное количество способностей к тем или иным видам рода деятельности. Но вы просто об этом не успеваете узнать, потому что вы закончили школу, вам сказали, куда идти в институт, вы пошли как овца в этот институт, отучились и дальше так же, как овца, пошли работать по этой самому направлению, потому что так надо, потому что так правильно, потому что это же стабильность, а что я буду меняться, а что я время потеряла зря, а что это и так далее и тому подобное. То же самое касается личной жизни вашей. Сейчас об этом отдельно, наверное. Вот, поэтому первая часть формулы не будет вам реализована только из-за того, что вы боитесь совершить ошибку, боитесь показаться непостоянным, боитесь показаться распыляющимся, боитесь осуждения близких, боитесь их неподдержки, боитесь того, что вы не найдете. И в этом самом страхе вы будете отступать назад. Вторая часть формулы по поводу использования возможностей. Здесь работает та же самая схема. Когда я лежал в онкологическом центре, и после, уже работая с большим количеством людей, я слышал одни и те же истории. Почему я не использовал те возможности, которые у меня были? Почему я не использовал те возможности, которые предоставила мне жизнь? Ведь если бы я тогда, если бы я тогда, вот если бы, может быть, было бы все по-другому. Может быть, да, возможно, скорее всего, и было бы. Я к чему? Я к тому, что вот эти шаблоны, вот эти вот ваши убеждения и страхи мешают вам использовать момент. Есть такая фраза, которую я очень люблю, enjoy the moment. Наслаждайся моментом. Вы не способны наслаждаться моментом. Ваши за это осудят. Это же плохо, это неправильно, это непостоянно, это ненормально. Вы не способны будете использовать момент, потому что ваш страх и ваши риски, и ваши убеждения остановят вас. Если вы будете читать биографии успешных людей, биографии счастливых, гармоничных людей, то вы услышите от них всегда. Я просто использовал возможности. Помните, я просто оказался в нужное время, в нужном месте. Сколько книг по этому поводу написано в мировой литературе. Они оказались в нужное время, в нужном месте, как и сотни миллионов людей на планете. Такие же, как и вы. Просто они использовали эту возможность, а вы нет. Плюс они пробовали, и получилось так, что они увидели и нашли свои таланты. Кто-то специально, кто-то не специально, кто-то случайно, но всегда это были какие-то действия. Кого-то осуждали. Карл Лагельферт, по-моему, рассказывал о том, как он читал с фонариком журнал моды. И если вы почитаете историю всех дизайнеров, историю архитекторов, художников, это всегда осуждение, это всегда непонимание, это всегда осуждение людей. Там много-много всяких историй по этому поводу. Поэтому тут надо понимать, что не используя ваши возможности, вы отсекаете точку развития. Третья часть формулы – это действие. Это опять-то даже. Даже если вы нашли свои способности, и вы знаете, что вы талантлив, в этом вам всем об этом говорят, вы можете не использовать возможности и не действовать. А даже если вы одну возможность схватили, вы дальше просто ленитесь. Потому что выходить из зоны комфорта человеческой психики очень тяжело. Человеческая психика настроена изначально на стабильность и безопасность, чтобы выживать. Так сложилось эволюционным процессом. И очень часто мы видим талантливых людей, мы очень часто видим людей, у которых есть возможности, но они просто бездействуют, потому что они тупо не хотят напрягаться. Они не хотят быть дисциплинированными, они не хотят двигаться вперед, а они не хотят. И мы просто наблюдаем за людей, которые просто проживают вот эту историю, когда они могли бы, да, у них есть для этого все. Поэтому вот это бездействие основано на страхе, на, простите, на нежелании идти в зону дискомфорта, преодолевать себя. Там ищутся вторичные выгоды для того, чтобы не делать. Можно как-то попаразитировать на каких-то людях, чтобы лишний раз получить какой-то ништячок, ничего не делая. Поэтому давайте подытожим вот эту часть. Если вы действительно хотите не пожалеть в конце вашей жизни, я хочу вам напомнить, что, черт побери, она закончится. Если вы не хотите пожалеть, если вы хотите справиться с вашим неврозом, вам надо научиться понимать одну простую вещь. Проживите жизнь так, чтобы вам было не стыдно, чтобы вам не было жалко. Вы обманываете себя, вы подавляете себя настоящего, вы хотите и это, и это, и это. Еще очень многие люди жалеют о том, что они не смогли сделать то, что они бы хотели, попробовать то, что они бы хотели. Опять же, из-за страха, из-за убеждений, из-за предвзятостей. В конце жизни вы будете перечислять все то, что вы не попробовали, не сказали, не поехали, не сделали, просто не попробовали. Вот именно о том, что вы не попробовали, о том, что вы не сделали, вы будете жалеть. Вы знаете, сколько за 10 лет я слышу истории на личных консультациях, на групповых консультациях на семинарах о том что я говорю про невротические случаи сейчас да когда я вижу что человек работает или у него личная жизнь такая как он понимает что это не то он понимает что эта лестница прислоненная никто и стене но находит кучу себе объяснений почему он не может переставить эту лестницу потому что страшно потому что неопределенно потому что непонятно что скажет оси там целый огород истории о том почему он не может переставить лестницу с этой стены я считаю что это отмазки для бедных в психологическом смысле просто вам страшно просто вы не способны понимать и быть честными с собой себя да вы не способны часто делать шаги вперед вы пытаетесь ухватиться за стабильность и за гарантии какие-то да и вы лучше будете проживать такую вялую тревожную неинтересную депрессивную сухую жизнь нежели просто идти вперед быть открытыми к новому и пробовать 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 и пробовать да никто не говорит о том что у вас все будет получаться да никто не говорит о том что у вас все будет идти хорошо да никто не говорит о том что у вас все будет здорово и будут ошибки и поражения но это и есть ваша жизнь вставать идти дальше пробовать еще раз и так далее тогда в конце жизни когда вы будете умирать если вы успеете осознать этот момент вы поймете что вам не жалко что вам не стыдно что вы были честно с собой вы сделали то что вы хотели вы попробовали то что вы хотели что-то получилось что-то не что-то потом принесло разочарование что-то нет но вам не будет стыдно вам не будет жалко вы не будете хвататься за свою жизнь со словами нет я хочу еще пожить я не успела не успела вспоминаете ваши неврозы да а почему не успела потому что я пол жизни прожила как надо я пол жизни прожила как правильно, там, где правильно, и там, где надо, и там, как надо, и там, как не надо, и так далее. Очень часто неврозы заканчиваются после 50. Как раз потому, что когда начинаются инваляционные процессы, инваляционные процессы старческие, вот эти все шаблоны, и мы приближаемся к зоне смерти, да, там, так или иначе, мы начинаем вдруг прозревать. Ведь поговорите с вашими бабушками, дедушками, поговорите с людьми в терминальной стадии, они вам скажут об этом, они скажут, иди, живи, пробуй, там открывается сразу все. Или когда вы поплывали на грани смерти, например, попав там в какую-то аварию или еще что-то, вам открывается все, что вам надо знать про психотерапию, да, это свобода мышления, это свобода выбора, это свобода действий, это честность с собой. Профессор Фройд писал только об одной части формирования неврозов, это подавление себя. Вы всю жизнь живете в подавлении себя, в своей сексуальности, в своих фантазиях, в своих действиях, в своих влечениях и так далее. Конечно, они должны быть в рамках закона, да, но быть честным с собой, это касается ЛГБТ-сообщества, это касается ваших личных предпочтений, это касается того, что вы могли быть уверены в том, что это ваше, а потом через какое-то время вы поняли, что это не ваше, но вы будете тянуть годы и мучиться, и страдать неврозами и депрессиями, потому что это неправильно сказать, что как бы, ну, вы больше не хотите этих отношений, например, да. Поэтому нету никакого смысла жизни, нет никакого предназначения, и не было никогда. Вам дан отрезок для того, чтобы просто пробовать, для того, чтобы раскрыть себя, попробовать свои потенциалы, попробовать свои действия из точки А в точку Б, причем точка Б неизвестна. Просто пробуйте, действуйте, и мы должны с вами работать именно над вот этими шаблонами. Вы сейчас понимаете, как они вас тормозят, они слетят. Вы можете не заниматься психотерапией, они слетят, но они слетят тогда, когда уже, скорее всего, будет поздно, когда вы будете либо на грани смерти, либо когда вы будете осознавать эту смерть, либо когда вы будете уже пожилым. И вам станет стыдно, вам станет очень грустно от того, что вы не попробовали это, 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 это и это. Сказали слова там такие-то, сделали вещи такие-то, вам захочется позвонить, извиниться, уже будет поздно поэтому чтобы не попадать в такие вещи вам и дан ваш невроз для того чтобы сейчас это поняли и дальше уже радовались тем возможностям которые у вас есть а ваша возможность это ваше здоровье и ваш выбор все зависит от вашего выбора если вам что-то не нравится двигайтесь дальше будьте с собой честными и работайте с вашими страхами убеждениями тогда вы станете по-настоящему свободны заболеть вы всегда успеете заболеть и умереть тоже давайте поживем вот этот отрезок так как вы хотите как вы хотите к чему вы склонны что вам нравится что вас радует они как от вас ожидают другие я надеюсь вы меня услышали если вам этот ролик был полезный поставьте лайк для любого блогера это приятно ваш лисий красиков канал невроза мегаполиса до встречи а